Всем привет! Меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня поговорим о важности разминки перед игрой, об укреплении левой руки и о том, как не допустить травм и быть всегда в форме. Прежде чем перейти к практике упражнениям и информации, стоит взглянуть на то, как эту проблему решали великие и уважаемые бас-гитаристы. Начнем со Стюарта Хэма, известным по работам с Итрианью, Стиму Ваем, роковый классический бас-гитарист, всем любимый и известный многим. Он говорит о том, что лучшие свои выступления, лучшие свои концерты он играл именно подготовившись, играя упражнения и разминаясь перед выступлением. Стюар тратит 15-20 минут своего драгоценного времени перед концертом на то, чтобы размять левую руку. Тем самым он говорит нам, что необходимо почувствовать вибрацию струн, резонанс корпуса, прикоснуться к инструментам и почувствовать перед тем, как выходить в боевые условия. Ведь если этого не сделать, то попросту вы начнете выделять усилий больше, зажимать сильнее и перетруждаться. И шанс, что ваша рука забьется или вы нанесете себе травму, болевые ощущения резко увеличатся. Тем самым Стюарт даже говорит нам о важности разработки некой методики и плана индивидуального для каждого музыканта, чтобы каждый день разминаться и тем самым поддерживать гибкость левой руки, укреплять левую руку. Также всеми горячо любимый фли никогда не обходится без разминки перед концертом, ведь концерт это физическая нагрузка, физическое испытание. Начиная, как он говорил, с мажорной гаммы в медленном темпе, заканчивая хроматической гаммой, и он уделяет этому до 40 минут времени на разминку. Также играет слэпом-октавами. Бас-гитарист американской группы Dreamfetter также уделяет от 20 минут до часа на разминку перед концертом, начиная, как правило, с простых мотивов, простых мелодий и постепенно усложняя, играя гаммы, также выделяет важность этого ритуала. Справедливости ради хочется сказать, что отсутствие разминки – это не самая главная причина возникновения боли и всяких неприятных ощущений в левой руке. Куда чаще это происходит из-за того, что у человека неправильно постановка рук. А так как мы с вами бас-гитаристы, у нас струны толстые, соответственно, нам нужно с еще большей серьезностью и внимательностью отнестись к этой проблеме. Я знаю, что моих подписчиков волнует этот вопрос, так как я встречал в комментариях. Расскажи, покажи по поводу разминки, фитнеса. Сегодня мы этим займемся. Я разделил на две части. Если грубо, в первой части будет упражнение для новичка, очень хороший фитнес, хорошее упражнение, как в качестве разминки, так и в качестве постановки руки, и так и в качестве укрепления пальцев. Первая часть. Вторая часть будет для более продвинутых, для тех, кто уже играет, им неинтересны эти упражнения для новичков, у них даже стоит рука. Но они не знают, какими методами можно сохранять гибкость руки и, так скажем, не терять форму. Еще раз повторюсь, так как мы играем на басу, струны толстые, соответственно, очень важно для любого педагога, для любого начинающего бас-гитариста сразу поставить руку правильно. Потому что от этого будет зависеть дальнейшая игра человека, насколько он будет качественно извлекать звуки, насколько он будет хорошим музыкантом, насколько он будет комфортно играть. Это супер важно. Если человеку будет некомфортно, он будет испытывать более ощущения, не сможет долго играть, и у него будет дискомфорт, ему будет тяжело что-то делать, играть, потому что неправильно рука стоит. Он испытывает какой-то некий дебаф какой-то, и поэтому он, скорее всего, может даже забросить инструменты, и неправильная постановка может убить потенциально грамотного и талантливого музыканта. Поэтому для бас-гитаристов очень важна постановка руки. Даже если вы, допустим, уже в возрасте, вам больше 50-60 лет, вы решили поиграть на гитаре, но, как известно, в возрасте сухожилия, кости, ткани мягче и получить травму гораздо легче. Даже в таком случае, если у вас будет правильная постановка руки, то получить травму или какие-то болевые ощущения, заиграть руку довольно сложно. Если вдруг кому-то из вас интереснее более глубокий взгляд на постановку руки с деталями, разбором очень конкретным, то у меня есть видео на канале, которое я снимал очень давно. Это одно из моих первых видео. Там все плохо, качество гораздо хуже, чем сейчас. Но в любом случае, там много интересной информации. И ссылку я оставлю в описании. Если захотите, можете после ролика взглянуть туда. Там тоже очень много интересного. Итак, первый блок. Блок для бас-гитаристов-новичков, для тех, кому нужна постановка руки, укрепление пальцев, контроль над своими пальцами, для тех, у кого с этим слабо. И начнем с самого начала. Всем известно упражнение. Буду обозначить пальцы первый, второй, третий, четвертый. Соответственно, и каждый в первой позиции играем, каждый палец на своем ладу ставим. Вот такое упражнение. Но не в нем суть, мы его будем развивать. Это все знают, в интернете полно. Полно на эту тему инфы. На что здесь в первую очередь стоит обратить внимание? Стоит обратить внимание на то, чтобы все ноты были полноценно звучащими, чтобы не было никакого прерывания, чтобы не было недоигрывания, переигрывания, чтобы каждая нота длилась одинаково и перелывалась одну в одну. Следим и начинаем с медленного темпа. Далее мы развиваем это упражнение и играем от каждого пальца поочередно. Мы сейчас сыграли от первого, далее играем от второго. Получается 2-3-4-1, 2-3-4-1, 2-3-4-1, 2-3-4-1 и обратно. Второй вариант этого упражнения, третий вариант. 3-4-1-2. И 4-1-2-3. Отличное упражнение. Я даже сейчас чувствую, как у меня кровь притекла к руке и она покраснела. Реально помогает держать гибкость руки, форму, придерживать даже профессионалов. В принципе, очень даже будет полезно поиграть в такого рода упражнения. Главное, чтобы вы поняли принцип от каждого пальца в первой позиции. Также можем не только в первой, а в второй, в третьей и так далее. По всему грифу поиграть. Даже в площадь поиграть здесь. Кому, например, эта позиция, так скажем, не так они знакомы с ней, можно перенести сюда. Второй вариант этого упражнения более усложненный, когда мы раскидываем позиции наших пальцев по разным струнам. Как это выглядит? Сначала играем на одной струне полностью. 1-2-3-4. Потом возвращаемся один и играем 2-3-4 на другой струне. Как это выглядит? Вот таким образом. Вверх и вниз. Следующий вариант этого упражнения, когда мы переносим не 2-3-4, а только 3-4, к примеру. Или просто 4. Разные комбинации пробуем. Как это может выглядеть? Еще один вариант. То есть мы здесь разбиваем 1-2-3-4 на другую струну. Можно поиграть отдельно. 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. На разных струн. Далее мы переносим только четвертый палец, только мизинец. Вот такой вариант. И, пожалуй, самый сложный вариант этого упражнения, когда реально уже не для слабонервных, реально рука начинает прям гореть. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не то, что там дискомфорт, а именно ты чувствуешь, что размялся. Когда мы переносим наши пальцы не в соседнюю струну, а через одну или даже через две. Как это выглядит? Первый вариант. Когда мы переносим 2-3-4. Но при этом мы сохраняем позицию, по сути. Мы не меняем наши пальцы, они расположены над теми же ладами. Но при этом мы делаем вот эти движения, тем самым, как бы, делая нашей руке разминочку такую неплохую, растягивая пальцы. Дальше мы по тому же принципу меняем эти пальцы. Например, мы можем не только перенести 2-3-4, мы можем перенести просто 3-4 или 4. Как это выглядит? Ну, а таким образом. Ну, а я рекомендую это делать медленно. Ну, и последний вариант, самый сложный, который заставит вашу руку плакать, это с просто переносом мизинца через одну и две стороны. Еще раз хочу обратить внимание, что обязательно следует думать о звуке, чтобы звук нормальный был. Чтобы это не просто там я вроде сыграл, вроде поставил палец, вроде что-то получилось и так сойдет. На самом деле здесь нужно думать о звуке, думать, чтобы он был полноценный, чтобы нотка в нотку переливалась. И начинайте, если у вас это не получается сразу, не надо сразу шреддить, там миллион нот в секунду играть. Начните с супермаленького темпа 50-60 четвертями. И добивайтесь того, если сразу не получается, добивайтесь именно вот этого хорошего качественного звука, чтобы звуковозвлечение было. Чтобы каждая нотка прям отдельно читалась и звучала. Когда-то очень давно у меня была книга, и сейчас она, наверное, есть где-то в электронном виде, бас-фитнес называется. И там огромное количество таких упражнений, которые я сейчас показал. Ну, это там в виде нот, каких-то иероглифов сложных, не каждый будет себе читать их огромное количество. Но смысл именно вот такой. И мне кажется, что просто показать несколько вариантов, которые там просто развиваются по разному видео, будет гораздо удобнее людям и им понятнее, нежели смотреть эту книгу, разбираться в этих нотах. Не каждый до этого будет заморачиваться. А смысл видео в том, что именно само зерно, сама идея и самые основные упражнения можно показать. Дальше у нас на очереди как раз-таки инфа для более продвинутых музыкантов. Естественно, они не будут играть то, что было в блоке новичка. Ну, может, один раз попробуют, но на постоянной основе они это не будут делать, потому что у них стоит рука, у них пальцы более-менее окрепшие, им нет смысла еще надрываться как-то. Может быть, только если какую-то гибкость, форму сохранить иногда. Но, как правило, матерые музыканты, которые уже освоили язык музыки, они просто играют. Играют то, что у них в голове, вот эта инфа, собранный опыт. Они его просто, как это, проецируют на реальную жизнь, вносят в свет. Просто играют. Лично я люблю разминаться секвенциями, типа таких, по четыре ноты. Ну, типа такого. То есть, вниз я играю по четыре, а в каждой ступени у меня мажор. А вверх я играю треть. Ну, а вообще, я использую все, играю и арпеджио, сет аккордов. Смешиваю с аккордами обычными. Просто играю. Все, что угодно можно. Для разминки, по-другому, все, что. Опять беру аккорды, играю элементы блюзовиками. Ну, сейчас я играю довольно быстро, но, на самом деле, не надо сразу гнаться за скоростью. Начните с медленного темпа. Многие люди делают ошибку. Они примерно, ну, что-то уже, какой-то минимум освоили. Гаммы какие-то там уже знают, играют. И сразу начинаешь реддить по-безумному. Вот. Это нехорошо, добру не приведет. Начните с медленного темпа, не надо сразу гнаться. Подведем небольшой итог. У нас получается так, что две основные причины травматизма и дискомфорта левой руки. Первая – это неправильная постановка. Вторая причина – это отсутствие разминки. Что касается разминки. Здесь есть два пути, два подхода. Один раздолбайский, другой задротики. Раздолбайский путь гласит, что нет определенной какой-то системы, нет определенного времени для разминки. То есть человек, например, у него есть какой-то материал, он просто берет, играет то, что у него в голове. Он не строит никаких упражнений для себя, не разрабатывает. Какой-то там, типа, полчаса слэпом поиграл, 15 минут слэпом, 10 минут пальцами, 5 минут гаммы погонял, октавы. Он этим не заморачивается. Просто играет то, что у него в голове, например, если он может. Или просто упражнения играет. Второй путь – это путь задротский. Это когда мы прям продумываем до мелочей. Вот я сегодня поиграю слэпом, 10 минут поразминаюсь, 15 минут поиграю гаммы, 20 минут я поиграю хроматизмы, 25 минут я поиграю пентатонику, 35 минут я поиграю какие-то секвенции. То есть человек прям уже разрабатывает для себя какой-то план. И тот и тот подход, кому как удобно. Здесь нет никаких суперзаконов, никаких канонов, никакого там, я не знаю, мегаправил. Поэтому выбирайте сами. Мне, например, я особо никогда не разрабатывал для себя никаких там специальных тренингов, упражнений, какой-то системы, диеты и прочего. Я просто играл то, что у меня в голове, играл арпеджио трезвучий, играл арпеджио цептаккордов, всякие гаммы, гонял, смотрел, учил фразы, играл эти фразы, какие-то небольшие мотивчики или какие-то рифы. То, что было в голове. Тут решать сами, решайте сами, как вам удобно, здесь нет никакого закона. На этом сегодня все, я надеюсь, что все сказал. Я думаю, что вроде бы я все сказал, ничего не забыл, но это не точно на самом деле. Если я что-то забыл, пишите в комментариях, подписывайтесь обязательно, там, прожимайте колокольчики, лайки и все как положено. На этом сегодня все, любовь, доброта, друзья, всем пока-пока.